Добрый вечер, дорогие кыргызстанцы! Меня зовут Улан. Я живу в Арабских Эмиратах, в городе Дубай. И хотел бы от своего имени, от имени других кыргызстанцев обратиться, даже не обращаться, а донести то плачевное положение, в котором мы здесь оказались из-за этого вируса. У нас тут очень много, где-то 250-300 человек, которые не могут вернуться на родину, в Кыргызстан. В начале, когда ситуация с этим вирусом начала развиваться так активно, мы все обратились к нашему консулу. В ответ консул нам сказал, что надо будет собрать список людей, желающих улететь, то есть достаточное количество людей, чтобы заказать нам чартерный рейс, и на чем мы должны были все вернуться на родину домой. Собралось больше, чем достаточно, около 250-300 человек. И дни проходят, а ответа до сих пор четкого нет, когда мы улетим. Хотя по началу, как я уже сказал, было сказано, надо лишь бы собрать достаточное количество людей, чтобы заказать самолет. Теперь говорят, что правительство, наше правительство, Кыргызстан отказывается нас принимать, то есть не дает разрешения, чтобы наш самолет приземлился в Бишкеке. Хотя буквально сегодня, 10 апреля, прочитал новости, там докладывает заместитель министра иностранных дел Нурлан Ниазов или Нуран Ниазов, не суть. Так вот, наш, этот замминистр говорит, что у них не получается вывести своих наших граждан, Кыргызов, из других стран из-за того, что в тех странах границы закрыты, то, что там аэропорты не работают. Хотел бы этому замминистру сказать, то ли он врет нагло, то ли он не имеет, как бы, не располагает информацию. Дело в том, что я про все страны сказать не могу, но вот пока не мере в Эмиратах. 6 апреля такие национальные авиакомпании, как Flyamera, там Etihad Airways, начали совершать односторонние рейсы, то есть вылеты начали делать. То есть страны, которые обращаются подобной просьбой, чтобы вывести их граждан на родину, они для них делают такие, совершают такие рейсы. Вот вам яркий пример. Сегодня, 10 января, апреля, на Украину. В Украину улетел один самолет. В Казахстан вроде бы тоже улетел. Хотя в Казахстан до этого еще было два рейса. Дважды они своих граждан вывезли отсюда. Поверьте, в Эмиратах уже не остался ни одного казаха. С этими авиакомпаниями уже достигнута договоренность. Самолет уже готов. Список желающих людей улететь на родину составлен. Остается только одобрение наших чиновников, чтобы они дали разрешение, чтобы мы могли прилететь на родину. Пожалуйста, большая к вам просьба президенту, этим 120 депутатам, чтобы предприняли нужные меры, чтобы мы могли благополучно вернуться на родину. Потому что, как вы уже все знаете, большинство наших граждан, то ли временно их отстранили от работы, то ли их совсем уволили с работы. И у них нет уже дальше денег, чтобы дальше проживать здесь. Вы все знаете, Эмират это достаточно дорогая страна. Здесь без работы, без финансового дохода проживать долгое время невозможно. Поэтому просим вас быть поактивнее и решить наш вопрос. Мы у вас не просим бесплатный самолет. Мы просим всего лишь нам дать разрешение, чтобы наш самолет приземлился в Бишкейк. Мы сами готовы заплатить за этот самолет. Спасибо вам за внимание. Продолжение следует...